Девочка-пай 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 На нашем празднике присутствуют уважаемые гости. Заместитель главы администрации Александровского района Панов Сергей Федорович. Заместитель главы района по социальным вопросам Монакова Любовь Михайловна. Начальник отдела образования Зубкова Елена Викторовна. Заместитель начальника отдела образования Болдырева Евгения Сергеевна. Председатель местного отделения российского движения детей и молодежи движения первых Александровского района Илюбина Ольга Геннадьевна. Поднятие государственного флага – это особый торжественный ритуал. На данном мероприятии мы будем освещать планы школы на неделю, честную обучающихся по итогам прошедшей недели за достижения. Давайте нынче дружно поднимем над землей флаг государства дружного, великого собой. Мы славим тебя, родная Россия. Хотим, чтоб страна была наша сильной. Пускай гордо знамя в небо взлетит и песня России над миром звучит. Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации предоставляется учащимся 9-го А-класса, активным участникам российского движения детей и молодежи движения первых Александровского района, вошедших в состав отряда первых Бабенко Татьяне, Маркову Вадиму, Турсуновой, Доминики. Плак поднять. Слово предоставляется директору школы Гафнер Евгении Ивановне. Как приятно видеть здесь счастливых и отдохнувших ребят и педагогов. Подошло к концу яркое солнечное лето. Оно на самом деле в этом году нас побаловало. И впереди нас ждет насыщенный, интересный и учебный год. Ребята, я хочу пожелать вам хороших оценок, прекрасного настроения, крепкого здоровья, надежных друзей и много радостных моментов не только в стенах нашей школы, но и за ее пределами. Пусть все контрольные будут написаны на отлично. Экзамены благополучно сданы, а домашние задания с легкостью выполнены. Желаю вам вдохновения, сил, энергии, новых идей. Пусть школьные дни останутся в вашей памяти на всю вашу жизнь. Родители, вам только одного – терпение. А вам, уважаемые коллеги, я желаю получать от работы только радость. Я точно знаю, что в нашей школе работают только самые добрые, отзывчивые и мудрые учителя. Желаю вам такими и оставаться. Пусть в наших семьях все будет спокойно, а работа будет дарить только радостные моменты. С праздником! Наш коллектив в этом году пополнился новыми коллегами. Я хочу вам представить, чтобы вы знали, когда будете встречать их в стенах нашей школы, и здоровались, и приветствовали, чтобы им было у нас уютно. Итак, прошу подойти ко мне. Учителя физики Бухару Альфию Асхатовну. Учителя иностранного языка Сафару Альфию Германовну. Учителя начальных классов Чужину Дарью Алексеевну. Давайте еще раз поприветствуем их и запомним. Надеюсь, что нам будет комфортно, и вам у нас тоже. Спасибо. Лето нам дарит в подарок Много дней и ночей. Нежно вздыхают гитары, Снова влюбленные пары Бродят по улице юности моей. Школьная пора И при всякой погоде Пропадали пропадам и во дворах. Через года Слышу мамин я голос Значит, мне домой возвращаться пора. Через года Слышу мамин я голос Значит, мне домой возвращаться пора. Ящик заброшенной книжки Не до них Мне опять Ждет их подъезда мальчишка Может, я смелая Пропадали пропадам и во дворах. Через года Слышу мамин я голос Добрый день всем, дорогие друзья, коллеги, родители. Мы очень соскучились и поэтому очень сегодня всех вас ждем на первые школьные звонки. Мы подготовились В школе есть квадрокоптеры, робототехника, очень много новых направлений, цифровой образовательный класс. В этом году у вас будут профильные классы. Кто куда хочет, желает поступить дальше, учиться, все для себя лучшее возьмут в школе. Я хочу, чтобы этот год для вас был наполнен яркими, добрыми событиями, чтобы вы встретили новых друзей, нашли педагогов, которые вам будут помогать и способствовать вашему развитию. Уважаемые родители, вам терпение работать вместе с школой на воспитание ваших детей. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за ваш труд. Надеюсь, что результаты будут отличные и школа будет славиться всегда. С Новым учебным годом! В нашей школе открыто первичное отделение движения первых, в котором уже активно работают учащиеся. Мы приглашаем всех желающих вступить. Мы приглашаем участников форума детских инициатив «Будущее за нами». Город Томск, смены первых в город Томск. Бабенко Татьяну, Маркова Вадима, Турсунова Доминику. Мы мечтаем, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо. Согласны? Я мечтаю, чтобы каждый из вас занимался своим любимым делом и делал это максимально хорошо. Мы мечтаем, чтобы каждый ученик этой школы получал только хорошие оценки. Я мечтаю, чтобы в самый пасмурный день вы могли улыбнуться друг другу и ваша жизнь стала лучше. Чтобы каждый из вас был в чем-то первым, неважно в чем, а мы вам в этом поможем. Есть в году различные праздники, а сегодня праздник у вас. В первый раз идут первоклассники в свой приветливый школьный класс. Я во время перемены обещаю не шуметь, не сбивать людей из тела, не толкаться, как медведь. Все домашние задания буду четко улыбнять. На логах и запоздания буду утром прибегать. На логах обещаю не шуметь и не подать. Если я ответил, я буду руку поднимать. Дома лучку не забуду, и тетлочек, и каландас. А забыть и ведь я буду на весь класс, на весь этаж. Буду умной и веселой делать добрые дела, Чтоб меня родная школа как родную приняла. Буду ловкой, буду смелой, буду я в футбол играть. Значит, буду то и дело мячик в окна забивать. Нам широко открыты двери. Встречает эта школа нас. И мы, поднявшись по ступеням, зайдем в уютный тихий класс. Мы наслаждаемся моментом. Нам в школе быть последний год. От этого немного грустно. У времени ведь свой черед. Пусть беззаботно пролетели три летних месяца, как миг. Нам радостно сегодня встретить родных учителей своих. Нарядный, сдержанный и снова уже зовет нас на урок. Таким знакомым перезвоном последний первый нас звонок. Ой, что это там? Ой, что это там? Да это же Бэйби длинный чулок. Глазам своим не верю. Чудеса. Привет. Надеюсь, не опоздала на таблицу умножения. Бэйби, ты откуда? И куда? Ясно дело в школу. Должна же наконец постаржировать справедливость. У всех есть каникулы, а у меня нет. Ну уж хватит. В школу? А это тебе зачем? Это что? А странный вопрос. А куда я, по-вашему, буду складывать свои отметки? А, и вообще, это самая замечательная вещь на свете. Налил в нее компот, пожалуйста, вам кастрюля с компотом. Не налил, кастрюля без компота. А если ее на голову одеть, то можно играть в ночь. Бэйби, прекрати свои шутки. Хватит баловаться. Бэйби, ну а если ты собралась в школу, зачем тебе такая огромная сумка? Ха-ха, не сумка, а портфель. И в нем есть все, что необходимо настоящему ученику. И даже кое-что еще. Ах, конфеты. 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 Какая большая. Да тут, наверное, все 100 килограмм. Нет, 125. Это подарок для моих первоклассников. Я слышала, для того, чтобы дети быстрее росли и умели, им необходимо каждую минуту съедать по конфете. Да у них все зубы выпадут. Конечно. Зубы будут выпадать и вырастать снова. Как у акулы. А точнее, зубы действительно все выпадут. И дети больше никогда не будут ходить за гном и врачу. Во! Зато они будут ходить на руках, лазить по деревьям и с какой-то части. Пеппи, какая все-таки ты хулиганка. Наши первоклассники не такие. Ты знаешь, как они долго ждали сегодняшнего дня. Они у нас самые умные. Довольно знают они все. Проведем мы испытания, чтобы проверить ваши знания. За лето все, небось, забыли, чем у вас садики учили. А вы, второклассники, помогайте им. Сколько хвостов шести котов. Сколько носиков в восьми песиков. Сколько ушек у двух старушек. Сколько ушей у трех мышей. Сколько пальчиков на руках у мальчиков. Вот это молодцы. Скажите, а что это за тети и дяди стоят? Какие они уже большие. Им уже давно пора на работу. Да ты что? Это самые главные герои в нашей школе. Они уже выпускники. Дорогие первоклассники, сегодня вы отправляетесь в плавание по стране знаний. Одиннадцать лет назад будущие выпускники, так же, как и вы сейчас, первый раз пришли в школу. Принимали поздравления и не понимали, что же это такое школа. Первый звонок, ваш первый класс, первые школьные друзья и первая учительница. Это настоящее сокровище. В нашей школе действительно учат находить сокровища. Самое большое сокровище на свете – это знания. Если у тебя это сокровище есть, ты сможешь отыскать необитаемый остров, отправиться в космическое путешествие к далекой звезде, опуститься на дно океана и даже выйти сухой из воды. О, здорово! Я тоже хочу такое сокровище. А возьмите меня с собой, ваше большое путешествие по стране знаний. Конечно! Добро пожаловать, Пеппи! Пусть первый звонок прозвенит в сентябре. Друзья, снова праздник, день знаний у нас. Звени же звонок в добрый путь, в добрый час. Школа родная, встречай каждый свой класс. Право подать первый звонок. Школьный звонок предоставляется ученице первого класса, Марковой Марьяне и ученику одиннадцатого класса, Батымову Николаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И прозвенел первый школьный звонок. Он как начало дальних дорог, он за собой зовет в светлый класс. Друзья, добрый путь, добрый час. Вот и положено начало новому учебному году. Мы поздравляем с праздником, Днем Знаний всех учащихся школы, их родителей, мы поздравляем учителей. По традиции выпускники школы первопоклассникам дарят значки с изображением герба школы. Дорогие ребята, родители, гости, наша праздничная линейка подошла к завершению. По традиции первопоклассники проходят на их первый урок. Проводим первопоклассников аплодисментами. На ручку с мамами не страшно, Сразу встретить черного нато. Он разломок стихнет на улице, Шучит голосок и начнется урок. Глаза пора, только ворвемся, Черный котенок. Проводим первопоклассники, Расскудпием, какого суета. На ручку с мамами не страшно, Сразу встретить черного года. Проводим первопоклассники, Расскудпием, какого суета. За ручку с мамами не страшно, Догласите ещё одного да-та-та. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. За ручку с мамами не страшно, Догласите ещё одного да-та-та. Субтитры создавал DimaTorzok